давно стихами говорит нева страницы гоголя ложится невский весь летний сад онегина глава а блоки вспоминают острова а по разъезжей бродит достоевский для поэтов петербург был и остается источником вдохновения проспекты улицы дома площади мы составили топ мест на поэтической карте города вот парадный подъезд по торжественным дням одержимый холопским недугом целый город с каким-то испугом подъезжает заветным дверям дом на литейном проспекте 37 удивляет не только архитектуры итальянского возрождения и скульптурами кариатит но и своей истории 19 веке здесь жил министр государственных имуществ а в доме напротив поэт николай некрасов однажды литератор увидел как швейцар прогоняет группу крестьян которые пришли к министру на поклон сцена поразила некрасова и на свет появилось стихотворение размышление у парадного подъезда я крозом хочу в тот единственный сад где лучшее в мире стоит и заград стихотворение посвященной летнему саду анна ахматова написала когда и было 70 лет строчки пронизаны печальными размышлениями об ушедшей молодости сад ахматовой это мраморные статуи царственные липы и душистая тишина поэтесса в 1024 году жила на набережной фонтанки и своими глазами видела как сад страдает от разрушительного наводнения стихотворение стало настоящим гимном парка и символом его возрождения доходный дом на таврической улице 35 получил широкую известность благодаря литературным средам они проходили в начале 20 века вон в той башне круглой угловой комнате на шестом этаже сейчас башня привлекает реставраторов однако больше ста лет назад это было место притяжения поэтической элиты на вечерах собирались анна ахматова константин бальмонт зинаида гиппиус андрей белый а александр блок там впервые прочитал свою незнакомку произведение которое искусствоведы называют символом русской романтики невский проспект самое популярное место не только у туристов но и поэтов иосиф бродский ольга бергольц владимир маяковский булата куджава вера полоскова главная магистраль города и самая шумная улица петербурга про суету на невском проспекте писали еще в девятнадцатом веке толпы людей с утра одеты спешат толкаясь и бронять не могли поэтов не впечатлить и витрины магазинов мечется каждый тревожно взволнованной гулом и криками издали слышными у помещений с витринами пышными есть и обратная сторона медали в нашем случае монеты и как противен ты и как болит душа когда в кармане нет ни медного гроша такую солнечную погоду как сегодня невский проспект предстает во всей своей красе гуляйте вдохновляйтесь и читайте ведь как писал маяковский книга в жизнь открывает двери